МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О! Привет! Меня ждёшь? Даша, что случилось? О! Так, ну-ка, пойдём-ка. Пойдём-пойдём-пойдём. Сколько, Даша? Третий месяц. Сколько? Так. Родители в курсе? Ну, естественно, конечно. И что ты собираешься делать? Даша, ты с ума сошла? Кто он? Дядя Марк. Это было всё так сказочно. А? Он был такой замечательный. Очень внимательный, заботливый. Так за мной ухаживал. А однажды, мы с ним гуляли, я упала и подвернула ногу. Так он сразу ко мне прибежал и заплакал. И сказал, девочка моя, веточка моя. А потом он донёс меня на руках до дома. И он всегда дарил мне белые цветы. Даша, кто он? Я не могу. Он гораздо старше, и он женат. Ну, класс. Вот этого ещё не хватало. Ты о чём думала, а? Он в курсе? Да. Он дал мне деньги на аборт. Ой. Я пошла. Но в больнице я поняла, что я не могу этого сделать. Дядя Марк, я очень, я очень сильно хочу этого ребёнка. А родители, а родители меня поймут, они молодцы. А он, он хороший, он замечательный. Я просто не имею права вешать на него дополнительную ответственность. Я справлюсь, я смогу, я… Сядь, Даша. Значит так. Ты обязана с ним встретиться и сообщить о своём решении. Потом я буду ждать тебя, у входа в парк. И мы вместе пойдём к твоим родителям. И всё им расскажем. Всё будет хорошо, я тебе обещаю. Спасибо, дядя Марк. Скорую вызывайте. Скорую вызывайте. Быстрее. Что случилось? Ужасно. 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 Господи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 А что скажет твоя мама по поводу поездки? А при чем тут моя мама? Она не хочет ни с кем из них общаться Да, особенно после того, как не стала бабой Зои А я хочу, хочу со всеми познакомиться Я хочу объявить свою волю, ибо велит Господь Та-да-дам, слушай, так получается, у этой бабульки есть приданное? А что у нее есть? Домик в деревне? И мы поедем с тобой к нашей тетушке, да? В деревню! Воронцов, мы с тобой даже не женаты, она тебе не тетушка И вообще, это все не смешно, дай мне приглашение Маш, я предельно серьезен Товарищ Успенская, командирую тебя Налаживать смычку между городом и деревней Обучаться мастерству соления огурцов и квашения капусты! Угу, Воронцов, мне пора Маш, может ты передумаешь? Ну, зачем тебе эта деревня? Ну, хватит, присядь на дорожку Началось, эти суеверия твои Деревня Золотова, Московская область, улица Новая, дом 10 Маршрут проложен Тетя Марфа Степанна Вот что мне удалось найти в интернете по запросу марципан Какой ты дурак, Воронцов Марципан Все, я пошла Ты все помнишь? Помню, помню Чечевицу переберу, мусор вынесу, цветы полью, квартиру закрою и буду думать о тебе Молодец Пока Марципан Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот и приехали Алло, Воронцов Все нормально У тебя что-то срочное? Черт Все хорошо Воронцов, слушай, ты мне на навигатор сбиваешь, давай попозже Ага, очень смешно, пока Черт Колесо? Да А, так и поняла, Ген, вылезай, помощь нужна Я Лена А это Генка, мой Здрасте Запаска есть? Ничего, сейчас посмотрим Ну что, повезло тебе, что мы мимо ехали Здесь машины редко ходят А мы в Зотово, Генкиной тетки на юбилей А ты куда? Так я тоже в Зотово на юбилей Че, к Марфе что ли? Ген, ты слышал, Маша тоже к Марфе Ничего себе А ты кем приходишь А я внучка Зои Зоя, это сестра Это сестра отца Марфы Сестра отца Так Подожди, Гена Гена, а Маша, это твоя сестра троюродная Ты понял? Бутерброд будешь? Да Ага Так, не отвлекайся Хорошая моя, хорошая Решили прогуляться? Да, тетя Марфа Готовимся к слиянию с природой на каждом этапе беременности Правильно Воздух у нас свежий Да Не то, что у вас в городе Да, Кеша Ты заодно купи, пожалуйста, в Зотово магазинчике хлеба, ладно? Ладно Пойдем, минуточка Нам полезен мацион в преддверии деторождения Кеш Кеш Маша и поеду за тобой Хорошо Я сама дорогу плохо помню, мы последний раз, десять лет назад здесь были А, Боря приехал? Здрасте, Марфа Степановна Рад видеть Соскучился ужасно Конечно Я же за хлебом пошел Ты тоже давай за дело принимайся Все на козе принеси Хорошо А где? Псеновал Налево Ладно Мне душу Есть еще один ваш родственник Ничего себе Ну и ну Красивый до Да Вот это да Что это? Где мы? Марф Степановна Тетя Марфа, ну, чудеса! Как в сказке! Откуда? Да ты хоть поздоровайся сначала, Гена, чудеса! Чудеса! Здравствуйте, Марфа Степановна, дорогая наша! Здравствуйте! Спасибо, что пригласили на юбилей! Здравствуйте! Старый дом так где? Да вон там же стоит! А-а-а! Ну, тогда понятно! Конечно! Здравствуйте! Здравствуйте, Марфа Степановна! Пять тысяч подарок принеси! Мария! Нечайло тебя увидит! Вылета, Зоя! А вы мою бабушку хорошо знали? Ну, еще бы! Мне о ней проходят, чтоб я про нее не вспоминала! Очень хорошо, что ты сейчас приехала! Ну, во-первых, познакомишься со всей родней! Лена, захвати молочко! Давай! Видел? Боря раньше всех приехала! Ну, чудо-добычу! Марфа Степановна, молоко куда? Давай сюда! Спасибо, утренняя дойка! Ну, проходите, проходите! О-о-о! Очень рада! Красота! Заходите! Боря! Боря, привет! Как всегда, у нас с первым делом все в себя любимого! Привет! Боря, познакомься! Это Маша, твоя трое-юродная сестра! Внучка тети Зои! Прошу любить и жаловать! Маша! Маша! Боря! Здравствуйте, господа! Здравствуйте! 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 А ты есть, Маша? А я, Анюта, тетя Марфа, предупредила, что у нас новая родственница, а это мой Кеша! Очень приятно! Кеша, поздравляю! Спасибо! Ну что, добро пожаловать к нашим пенатам! Пенаты! Ты здесь когда последний раз был-то? Десять лет назад! Да, но до того я частенько здесь бывал. Я даже в местной школе лекции читал. Мы рассуждали о философии, о поэзии. Я стихи читал. Кеша, профессор в институте преподает. Ну, философ, ты хлеб принес? Да вот же! Хлеб наш насущный дашь нам днесь, тетя! Ты когда это стал таким набором? Тетя Марфа! А Матвей приехал? Нет, занят по работе. Позже будет. Тоже мне труженик. Чем это он так занят? Хватит попросту языком-то молоть. Пошли, я вам комнату покажу. Да. Тетя Марфа! Дом-то какой, а! Да, и не говори, Ген. Ого-го! А тут и да! Красота, да? Ровкины, лампу, да. Спасибо, тетя Марфа! Спасибо! Ген, ты посмотри, комната-то какая! Мебель-то какая красивая! Да! А вид, вид из окна какой! Ну вот, обживайся, будь как дома. У нас сегодня вольные порядки, так что созреешь и спускайся. Пароль вай-фая в столе. Ого! И вай-фай есть? И тарелка, и сериалы смотреть. Ну, давай! Спасибо! Ну, что? Устроилась? Угу. А, хорошо тут. Да, неплохой домик Марфа построила. Видать, наследство немалое. Знаешь, сколько такой стол стоит? Я не знаю. Вот и я не знаю, но точно не дешево. А-а-а! Вот и Ева пожаловала. Деньги почуяла. Смотри, смотри, как сейчас все мужики за ней будут воеваться. О, Боря! Так, 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 так! Я же чемодан взял. Ой, Боря! Да! А кто это Ева? Ева, жена Марка. Еще один ваш троюродный брат. А Марк когда приедет? А, он не приедет. Утонул. Десять лет назад. Хотя плавала хорошо, очень мутная история. Ты посмотри, а? Ты посмотри ему это даже. Добрый день. Пальковщиком заделся. Ну, сейчас он у меня побегает. Так, с Марфой про Марка лучше не говори. Любимый племянник был. Ну, сейчас он у меня побегает. Ну, во-первых, спасибо, что все приехали на мой юбилей. Конечно. Мария Степановна, мы с радостью сейчас... Ну, так вот за это. Я же сядь. Сядь. Как видите, у меня перемены. Посыл мне Господь на старый след мужа Якова Семеновича. Ну, год назад Якова Семеновича не стало. Царствие небесное. Да. И все имущество пришло ко мне. И что? Много? Ну, кому как. Завод шинный, типография. Акции кое-какие. Дом? И дом Евочка. Ну, лет мне уже много. Вот я задумалась. А что мне вот с этим добром делать-то? Теть Марфа, так ты поэтому писала в приглашении. Хочу изъявить свою волю, а то мы с Леной даже заволновались. Не волнуйся, Геночка, я в добром здравии. В добром здравии. Ну, как сказано, деньги ведут к соблазну. Да, да. И вот я решила, ну что ж я буду остаток дней своих доживать, пересчитывая свои богатства. Ну, решила я уйти в монастырь. Так, это все понятно. А что с имуществом? Ну, это очень правильный вопрос. Да? Передам? Кому? Да вот во сколько у меня-то! Ну, правда, не все собрались, Матвея еще нет. Вот он приедет, и я оглашу свою волю. Ну, так вот за это и выпьем. Что это? Дай Бог счастья! Долгую! Новая родственница. Думаешь, всех перехитрите? Я не понимаю, о чем вы. Мозг меня не пудрит, сестричка-лисичка. Борис, вы выпили. Я пойду. Зря ты так. Я ведь могу и по-плохому. Скоро, ничего. Зато! Стоять. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Марфа, я тебя не понимаю. Не шуми. Все еще спят, не шуми. Не уходи от ответа. Что она с ней делает? Зачем ты ее позвала? Она позвонила. Я не удержалась. Ну, ты пойми, я не могла поступить иначе. Не могла. У нас речь идет об убийстве. В общем, ты заварила эту кашу, тебе ей расхлебывать. Но она здесь лишняя. А она еще и подслушивает. Матвей! Да не обращай на него внимания, Мария. Пошли, пошли. Не обращай. Я тебя молочком свеженьким напою. Пойдем. Попей, молочка. Утреннего надоя. Ой, нет, спасибо. А нет у вас кофе? Вся в бабку пошла. Зойка тоже как приедет из города, сразу с утра кофе начинает. На. На кофе. Спасибо. Мне ей очень не хватает. Мне тоже. Уж как она за меня заступалась. Бывало, встанет между мной и моим отцом. Так зыркнет сама Тоненька, вот как ты. Он сильный был. Руки распускал, кулаки-то, каждый по арбузу, но перед Зойкой он пасовал. Матвей в него пошел? Ну, у нас было три сестры. Отец Матвея – братец наш любимый. Он сразу после войны был усыновлен, понимаешь? Ну, Матвей по праву носит фамилию Олейников. Он самый настоящий Олейников. Ты не обижайся на него. Просто попала под горячий рог. Знаешь, кого он полюбит, ради того он на все пойдет. С Марком они были очень близки. Мария Степановна, а что с Марком случилось? Нехорошая история случилась, Мария. Но лучше тебе об этом не знать. Я вот пригласила тебя, сама думаю… Спасибо за кофе. Я пойду, пройдусь. Спасибо за кофе. Я пойду, пройдусь. Да, после города здесь так хорошо дышится. Здесь чудесные места. Тихие, привольные. Знаешь, а если туда пройти и подняться на пригорок, то видно деревню. У меня там бабуля жила. О, доброе утро. Доброе. Ух ты, а. Я побегу, пожалуй. А то Кеша проснется, меня нет, изволнуется весь. Изволнуется эта Кеша. Ой, наконец-то дураку повезло. А я все стеснялась сказать. Что, Кеша дурак? Феноменальный. Ну что, пойдем посмотрим Марфину владение. Пойдем. Ага. Ну какие мы красивые, а. Ну какие же мы глазастые. Сейчас нас причешут, нас погладят. Нам нравится, когда за нами ухаживают. Ты же знаешь об этом мыть? Ну что, обычное дело. Нам красивым девочкам что надо? Внимание и ласка. Внимание и ласка. Да. Опять вы? Подслушиваете? И подсматриваете. А что, Ев, разве есть уже зачем подсматривать? Пошли отсюда, Маша. Ух, мне эта Евка. Не обращай внимания. Пошли отсюда. Кто хочет, можно сделать копии. Принтер библиотеки в старом доме. Борис, дай-ка мне следующие документы. Эти про типографию. Смотри, смотри, Ева. И убедись, что я не сошла с ума. Да мы и не думали. Честно сказать, я решил, что Святицкий оставил вам кругленькую сумму на старость. Не думали, что все это… Кеша, так тебе об этом давно известно? Ты даже фамилию его знаешь? Провел проверку. А я вот не понимаю сейчас, на что вы намекаете. Приглашение было сказано о волеизъявлении. Вроде все верно. Ну так все дальше, тетушка. Теперь, когда вы все тут собрались, я могу сказать. Чтобы среди вас не было обид и скло, кому что достанется. Ну, решила я выбрать из вас достойнейшего. Ну и все, так сказать, оформить на него дарственную. На него или на нее. Так ведь, ну, вроде говорилось, что из родственников, стало быть, из нас, из племянников. Ну, а теперь есть еще племянница. Маша. А это еще надо посмотреть, что за родственница такая. Документы проверить. Машу пригласила я. Есть возражения? А, извините. А меня тоже, если это кого-то волнует, пригласила Марфа Степановна. Да. Ева у меня вместо Марка. Хотя, замена неравноценная. Так какие критерии отбора? Кто из нас достойнейший? Ну, вы поживите тут недельку. А я буду слушать свой внутренний голос и тот, что мне с небес говорит. Как-то очень долго недельку. Ну, кому долго, тот может уехать сразу. А мне легче будет выбрать из оставшихся. Ну, что, давайте праздновать, а? Ну-ка, все на стол. Юбилей все-таки. Постой. Стой, я тебе сказал. Спокойно, брат. А давай выпьем. Эй, братцы. Что я пропустил? Спокойнее. Спокойнее. Что думаешь, самый крутой? И наследство тебе достанется? Конечно, хорошо ему. Всегда у Марфы был любимчиком, наравне с Марком. Давай, пей. Пей. Даже как-то не верится. Мужики-то, я видела, все с полоборота завелись. Не мой тут даже. А если они поубивают все тут друг друга? А что могут, сын? Да кто их знает? Макеша на ручонке вы затряслись оборвать. Видела, как перекосила? Ой, ну, Марфа, ну, Марфа, от таких деньжищ отказываться. Ну, пожилая женщина не в состоянии управлять производством. Тут мужской ум нужен, как моего Кеша. Не ута. А что я такого неправильного говорю? Ты же сам не сказала. Ну, может быть, не стоит это обсуждать? Ты же, может быть, неверно истолкована. Я не какой-нибудь стяжатель. Я профессор. Преподаю 15 лет. Я всего-навсего беспокоюсь о здоровье Марфы Степановны. Не волнуйся, Кеша. Мы все верно толкуем, да, Маш? Я надеюсь. Вы? Я. Да я смотрю, у вас тут принято караули девушек в темноте. Не понял. Да это я так, к слову. Что вы тут делаете? Думаю. И знаете, Маше, иногда это очень полезно. Это вы сейчас на что намекаете? Маша, нам с вами нужно очень серьезно поговорить. Я знаю, что вас пригласила Марфа, но сейчас не самое хорошее время знакомиться с родственниками. Вам лучше уехать. А потом вернетесь, когда будет немножко поспокойнее. Испугали, что я буду претендовать на наследство? Вы вообще за кого меня принимаете? Мне это все не нужно. Я не за тем родственников искала. И вообще ни вы меня звали, ни вам выгонять. Я тебя не выгоняю, я вас. А что вы сейчас делаете? Просто есть некоторые вещи, которые я вам не могу рассказать. Вот и хорошо. Не говорите. Спокойной ночи. И знаете что? Я никуда не уеду. Лишь дуновенья прохлады ночной, едва ощутимую синей волной, поюкает заводь и в сумраке прячет, а листья все плещут, а птица все плачет. Листья плещут. Да уж. Это твои что ли? Нет, это Поль Верлен. Нюта, Нюта, а ты куда пошла? Так ведь короче будет. Ой, простите, а мне так показалось. Нюта, ты сегодня очень рассеянная. Напоминаю, что и на реке надо быть осторожнее. Мы все помним трагические события на прошлом юбилее. Теша. Что? Нюта права. Так короче. Матвей, так короче. Матвей, так короче. Лена, а о чем он говорил? Что случилось десять лет назад? Марк. А как это произошло? Марк хорошо плавал, он здесь вырос. Кто его знает? Может, надоело все, а может, в омут затянуло. Ой, а давайте заплыв устроим. Заплыв, конечно, дело хорошее, коли от него польза будет. Какая польза? Да я давеча тут купалась, а вот браслет с руки уронила. Браслетик-то простенький, да, дорог, как Зоин подарок. Бабушкин? Да. А где, говоришь, браслета уронила? Да примерно вот здесь. Гиблое дело. Так это, его унесло уже давно, наверно. Гена, вперед. Правее, Ген. Гена! Ныряй, Геночка, давай. Ныряем, ныряем, ныряем. Там я уже нырял, давай. С этой стороны, посмотри. Ныряю, Гена, ныряю. Ныряю. Акс! Акс! Вот он! Ё-моё, вот он, он! Нашёл! Ну, хватит прыскаться! Ё-моё! А эти пусть еще поплавают. Кеша, молодец, Кеша, молодец. Кеша, молодец. Да, нашёл. Вот он. А это Кеша. Ты мог под клубчику торнуть? Рукой посмотрели. Да, молодец, Кеша. Это не я. Это Нюта нашла. Молодец, Нюта. Так, я тебе говорила, нужно с папой заходить. Спасибо. Спасибо. Ой, Нюта, давай помогу. Спасибо. Пой. Нюта, скажи, а ты здесь была, ну, десять лет назад, когда вся эта история с Марком случилась? Угу. Нет, меня тогда тут не было. Ужасная трагедия, не правда ли? Угу. Говорят, он тогда как раз с Евой развелся. Насколько я слышала, она ему изменяла, и Марк об этом узнал. Поговаривают, что он покончил с собой. Кто знает, мужчины слабые. Вот мой Кеш не такой. За это я его и люблю. Знаешь, Нюта, ты очень заботливая жена. Да. Мне удовольствие делать Кешу приятное. Это и есть основа семьи, правда? Я не знаю. Нют, я совсем недолго была замужем. А я долго. Такая счастливая. Знаешь, я когда Кешу в первый раз увидела, сразу знала, что мы будем вместе. Да, тебе можно позавидовать. У меня все по-другому сложилось. Прямо перед моим днем рождения, свекровь попала в больницу с язвой. Ну, правда, язвы никакой не обнаружили. А когда мы собрались на море, на Беллу Андреевну, внезапно напал кашель. В итоге муж поехал на море с мамой, а я осталась в Москве одна с ее собачкой. Вот так мы и жили. Правда, меня хватило только на год. Да, Мария, тебе понять можно. Ну, что тебе сказать? Муж при материнской юбке хуже трусливого кобеля. Смотри осторожно, видишь? Здесь яма. Ух, хорошо, что хоть колышки кто-то догадался поставить. Да я поставила, чтобы никто не свалился. Надо бы засыпать, да руки-то все не доходят. Ну, ты идешь? Ну, что, Джулька, наелась, нагулялась? Я ее с позаранку привожу, а часа через три забираю. Ну, а сейчас на примете-то кто-нибудь есть? Может, встречаешься с кем-нибудь или нравится кто-нибудь? Да, есть один. Субтитры делал DimaTorzok Тедуала? Тедуала? Красиво, но это-то лучше будет. Романтик. Пошли, Джулька. Вот так, вперед. Да не совсем. Ну вот, и пришлось мне, заточив рукава, весь вечер все это мыть, убирать. Ну покрасоваться хотел, произвести впечатление. Ох, эти мужчины. Мы с тех пор договорились все, больше никакой романтики. Я как вспомню эту холодную ванну, вздрогну, он оказывается меня больше двух часов ждал. Марфа Степановна, а можно я Джульку выводить по утрам буду? Хорошо тут, нет никого. Я могла бы репетировать, у меня концерт на носу. Ну а почему нет-то? Вот, Джулька, повезло тебе. Будешь под Моцарта завтра. Ну-ка, на, попробуй. Давай. Давай. Иди, Джулька. Ну вот видишь. Подожди. Это кто это у нас весь в трудах? Ты что, заболел что ли? Или тебя Марфа попросила? Да нет, сам решил подразмяться. А, понятно. Гена, ты тоже чем-нибудь полезным не хочешь заняться? Держи. Держи. Что читаешь? Пушкина. Да, конечно. Компьютер на Киевне, но полный тормоз. Боря очки зарабатывает перед Марфой. Он у тебя уже на полкурпса обскакал. А нам денежки тоже нужны. Что теперь с этим делать? Там поле картофельное, иди окучивай. Ну, как тебе у нас? Как новые родственники? Да вы не представляете, как я рада, что наконец всех увидела. Я всегда мечтала о большой семье. Все такие разные. Да уж, то есть, то есть. Жалко, что только с Марком не удалось познакомиться. Да, ты бы ему понравилась. Марка Степановна, а Марк покончил с собой? Кто тебе такую глупость сказал? Тебя Матвей до дома проводит. А? А нам с Жулькой надо поспешать. Матвей, проводи ее до дома. Лето в этом году. Холодное. А это пять, уж такого не было. В прошлом году жара была. Даже трава горела. Мне кажется, вам сказали меня проводить, а не развлекать. Так точно. Ну, это я по собственной инициативе. Марка говорит, вы музыкант? Угу. Угу. И что сью-то для Фрейта? Бах и семеножек даете? Это банально. Общее место. Зато у нас завязалась беседа. А правда говорят, что на звук уходит всего сорок процентов дыхания. Да. И откуда? Ну, интересуюсь. Я ведь тоже музыкантом хотел стать. И почему не стали? Али? Слуха нет. Только вы никому не говорите. Ну, хорошо. Хорошо. Что? Где болит? Здесь. Что, Гена, картошку опучивать не вышкой кликать? Ой, так это же все из-за тебя. Даже Иннокентий полез в загон для свиней чистить. Любой труд в почете. Но вам, милочка, это неведомо. Конечно. Особенно, когда за большие деньги. А лопаты в руках профессора – страшное оружие. А вы, Ева, зато вообще ничего не делали. А никто не знает критериев марша в отборе участников соревнования. Ну, во всяком случае, бездельники точно не в счет. Знаете что? Мужчины под каблучники всегда самоутверждаются. А знаете что, Ева? Даже просто жалко вас. Ведь не было бы никакого этого соревнования за наследство, если б Марк не утопился. Из-за тебя. Тихо. Тихо. Разве Марк утопился? Нет, нет. Это был злой умысел. И душа его требует отмщения. Разве вы не слышите? Вы настаиваете на том, что он не сам утонул? Да. Я в этом уверена. У меня есть доказательства. И я уверена, что истина восторжествует. Давайте помянем душу невинно пиенного Марка. Что думаешь? У меня действительно есть улики. Абсурд. Почему? Не, не может быть. Десять лет прошло. Да, наверное, ты прав. Значит, зачем столько лет молчать? О, Маша! О, погодка-то как испортилась, а? Хорошо, что баню затопили. Ты когда идешь? Нет, я не пойду. Чего? Да ну, это баня. Баня-то не мое. Ну! Баня – это святое дело. Да. Вот смотри, сначала Марфа на правах хозяйки, а потом и все остальные. Так что не отказывай себе в удовольствии, присоединяйся. Ну, может и стоит попробовать. Давай-давай. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ларв, Степан, на! Ева! 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 Ева, очнись! Спасите! Помогите! Ева! Очнись! Очнись! Спасите! Что тут у вас? Что там? Нам нужна медицинская помощь! Господи! Гена! Гена, позови Нюту! Иди за Нютой! Что случилось? Господи! Ева! Господи! Нюта! Давай быстрее! Господи! Отравление агарным газом! Лена, помоги! Спирт! Ладно! Нюта! Что это? Антидот! Давай! Ты как? Господи! Приходит с себя! Неси в дом! Ребята, давай поднимайте! Борис, я помогу? Аккуратнее! Ты в порядке? Давай! Господи! Давай сюда! Да! Маса! Давай! Ой! Давай! 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, тише, тише, тише. Привет. 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 Что вы здесь делаете? Тише, тише. Лежи. А времени-то сколько? Я же даже на Джульску везти. Тише, тише. Лежи, лежи. Лежи. Марфа ее уже вывела. Напугала ты нас. Ну, сначала Евка, потом ты. Хорошо, Матвей тебя нашел. Нашел? Зачем туда опять пошла? А с Евой что? Да что с ней будет? Жива-здорова. О себе подумай. Ну, чего? Пульс в норме. Отдыхай. Все, лежи, мы позже зайдем. Ой, Маша, Маша. Ой. 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 Ну, она тебя нашла. Маш. Спасибо. А вот все-таки, как так получилось, что образовался угарный газ? Вчера вечером вьюшка в бане была закрыта. Что значит закрыта? Баню я топил, вьюшка была открыта. Ев, ты зачем закрыла вьюшку? Что я-то закрыла? Какую вьюшку? Что это вообще? Секундочку. Маша утверждает, что вчера вечером в бане была закрыта вьюшка. А ты даже не знаешь, что это такое. Ну, тогда вопрос. Кто мог это сделать? Так, погоди. Я понимаю так, что кто-то из вас хотел меня ликвидировать. Родные мои, это невозможно. Почему нет? Она права. Как это еще можно объяснить? Ну и кто это может быть? А Боря, вот кто-кто, а ты? Я? Почему в таком случае не Матвей? Кстати, а кто-нибудь вообще его сегодня видел? Лена, а давай честно. Из всех присутствующих ты меня больше всех не любишь. Ну, это не повод убивать. Ну, а как же наши родственные чувства? Дорогие мои, нужно всегда оставаться в рамках норм христианской морали. Заповедь не убей. Еще никто не отменял. Мне кажется, мы все спрятели, и я не намерен больше в этом участвовать. А ты-то чего кипишешь? Может, это ты вьюшку-то и прикрыл? Что? Да знаете, что? Меня хватит. Лена, собирайся, мы уезжаем. Ты совсем уже, Боря. Так. Опять подсматриваете? Я… Да что вы… Да ладно, не обижайтесь. Это тай-чи. Нравится? Да. Цель тай-чи… Научиться управлять своим разумом. И распределять потоки внутренней энергии. Как? Так… Сначала думать, потом делать. Где был вчера ваш разум, когда вы вернулись в раскаленную парилку? Представляете, что могло произойти? Ну извините, что вам пришлось меня спасать. Надеюсь, вы немного потратили этой вашей… Внутренней энергии. Маша Стивановна… Мария, заходи. Это мой старый дом. Я люблю здесь сидеть. Ну а остальное все пристроили потом. Как ты себя чувствуешь? Да, все нормально. Марфа Степановна, дело в том, что вчера, когда я нашла Еву, вьюшка была закрыта. И получается, что на Еву кто-то намеренно покушался. Кто на кого покушался? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ой! Лена! Куда? Лена! Минус один. Минус два. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подожди, давай еще раз. То есть ты думаешь, что это я, да? Да. Я видела, как ты вчера заходил в баню, когда все ушли. Ага. И вьюшка эта то открыто, то закрыто. Если ты решила в сыщика поиграть, то сначала нужно установить причину. Интересно послушать, а зачем мне покушаться на Еву? Устранить конкурента. Ты и меня выгонял. Да тихо вы. Никто не покушался на Еву. Ее там вообще не должно было быть. Мы с ней поменялись местами в очереди. Да елки-палки! Все, застряли. Плотно сидим. Ну? И что теперь делать будем? Что делать, что делать? Погоды ждать. Марфа Степановна, вы понимаете, что это значит? Да что это значит? Да ничего это не значит. Просто поменялись места. Гори, Марфа. Маша права, никто не покушался на Еву. Я говорил, не нужно было лезть на рожу. Наоборот. Все правильно вышло. Он занервничал и начал действовать. А если б он добился своего? Да кто он? Вы о ком говорите? Матвей, я знаю кто убил Дашу. И пойду на озеро, надо освежить голову. Вернусь, поговорим. Марк. Кто убил? Кто такая Даша? Ладно, давайте по порядку. Матюх, ты бы ее видел, вот так. На лице улыбка, блуждает, самопормочет. Он хороший, он замечательный. Ты знаешь, как он ее назвал? Моя девочка, моя веточка. А сам женатый. А Дашка, дурочка, она же обожала этого подонка, понимаешь? Ну что в головах у этих семнадцатилетних? Я не понимаю. Я не знаю, Марк. Бог милого. Она, она твердо решила рожать. Понимаешь? И получается, что убить себя, это значит убить будущего ребенка? Не, 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 Матюха. Не могла она сама прыгнуть с этого проклятого моста. Не могла. Ты что, ты думаешь, что ее убили? Да. И убил ее он, спасая собственное спокойствие. Она там лежала такая, беззащитная, вокруг цветы белые. Матюха, ее родители, мои друзья. Я не успокоюсь, пока не надо убиться. Марк мне записку в книге оставил, вместо закладки. Я тогда Чехова читал. С тех пор я его не видел. Живой. А наутро его тело нашли на озере. Потом как-то не до Чехова было. Да? А тут недавно затеяла генеральную уборку в библиотеке. Ну и она выпала. Как я раньше ее не заметила. В записке написано, вернусь, поговорим. Это значит ни о каком самоубийстве речи быть не могло. Подожди, ты хочешь сказать, что… Я хочу сказать, что лишь одна версия объединяет все это, что Марк услышал, либо увидел, что точно определяет убийцу. А убийца это понял и устранил Марк. А узнать это Марк мог только во время ужина, на моем юбилее. Поэтому мы затеяли эту историю с наследством. Историю с наследством? Ну да, если бы я просто пригласила на юбилей, никто бы не приехал, кроме Коровкиных, естественно. Ладно, тетя Марфа. В общем, наша задача была собрать всех тех, кто был десять лет назад. Ну, кроме тебя, конечно. Но я когда услышала, твой голосок не могла удержаться. Ну и Нюта. Но она вместе с Кешей приехала. Получается, что убийца среди нас? Выходит, что так. А вы уже кого-то подозреваете? Даша же встречалась с женатым мужчиной. Ну вот я и пытаюсь понять, мы можем кого-то исключить из списка подозреваемых или нет? Да. Борис. Тогда был. Ему сильно деньги были нужны. Он женился на дочке какого-то предпринимателя. Но на юбилее он был один. Так. О, Кеша. Кеша. Был женат и первой жене Вере Львовне. Хотя о покойниках плохо не говорят, но характер у нее был. Кеша ее прям как огня боялся. Да. С Нютой-то ему больше повезло, да? Да, с Нютой ему повезло. Так, какие еще варианты? О, Гена. Думаете, он способен на убийство? Не знаю. Но Ленка из чувства ревности на все может пойти. Ей палец в рот не клади. Марфа Степановна, а что вы сделаете, когда поймете, кто это? Не знаю. С тех пор, как я нашел записку Марка, у меня покоя нет. Гляжу на своих племянничков и думаю, этот ли или другой. Тяжело все это. Ой, тяжело. Ты пойми, Мария, мне главное понять не кто Марка убил, а кто этого не делал. Ладно. Поздно уже. Пойду я. Тебе тоже спать вырыться надо. Давай. Пойду. Ой, Господи. Не спится? Нет. Нет уже. Хочешь кофе? Ой, прости, тебе же нельзя. Ничего, я просто водички. А я вот сейчас допью кофе и лягу спать. И мне это не помешает. А что с рукой? Ой, представляешь, с беременностью такая неуклюжая стала. Готовила, как я шамлет. Обожглась и сковородку. Ничего страшного. А что ты рисуешь? Да так, лекарство от бессонницы, потом расскажу. Только обязательно. О-о-о. А-а-а. 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 А-а-а-а. А-а-а-а. КОНЕЦ 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 Эй! Помогите! КОНЕЦ 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 Доброе утро всем! Ребята! Марф, привет! Привет! А где остальные? Ева спит еще, для нее слишком рано. А Мария повела Жольку и загуляла. А у меня, между прочим, завтрак готов. Ну, давай, пошли к столу. Вот так ты, значит, музыкой занимаешься? Что-то ты, Ева, сегодня рановата. Да, бессонница замучила, переизбыток свежего воздуха. Всем доброе утро. Держи свой инструмент, музыкант. Спасибо. Где балет? Ой, не трогай, пожалуйста. Нет, 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 я просто посмотрю. Здесь? Здесь? Вот тут, да? Ух ты. А кто это? Все, 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 все. Вот вижу, все. Все, ну, все, все, все. Все, все. Все, ну, вот, видишь, уже ничего не болит. Ну что, пойдем? Там Марта, наверное, оболнуется. Ну, как рука? Нормально. Как ты меня нашел? Да, увидел Джульку одну, укола забора, а тебя нет. Подумал, может, что-то случилось. Как тебя угораздило в яму упасть? Меня кто-то толкнул. Ты видела кто? Нет, я даже не знаю, мужчина это или женщина. Да. Зря мы с Марта за все тебе это втянули. Да ничего не зря. Мы в двух шагах от разгадки. Да ты понимаешь, что ты чуть не погибла? Ну, не погибла же. Ну, ты идешь? Ну, ты идешь? Субтитры сделал DimaTorzok С Марфой я поговорю, и пока ничего никому не рассказываю. Ладно, я всем скажу, что просто упала. И никакой самодеятельности. Песок. Я не понимаю, что спровоцировал его на этот раз. Мы с тобой те еще сыщики. Заварили кашу. Да. Ну, вот кинула я браслет в воду, и что? Ну, хоть что-то. Выяснилось, что лучше всех ныряет беременная девушка. Которая вообще здесь ни при чем. Зачем она в воду полезла? Ну, она родить кише старалась. Мне нравится мне все это. Мы должны сказать правду про наследство. Ну, давай. Знаешь, вот я чую, что вот-вот и мы поймем, кто это. Он занервничал. Видишь, на что пошел средь белой дня. Марф, на тебя два раза уже покушались. Да. Да, кстати, как Маша-то. Ничего, слава богу. Это еще зачем? Чтобы нам никто не помешал. Воронцов, ты меня напугал. Я хотел сделать тебе сюрприз. Я соскучился. Не надо. Я прошу тебя. Перестань. Не сейчас. Ты мне не рада? Я рада. Но так нельзя. Ты мог хотя бы меня предупредить? Ты понимаешь, что... Я не вовремя. Помешал тебе заигрывать с этим аграрием. Я видел, как ты смотрела на него. Да. Кто он? А это вообще не твое дело. И да, ты не вовремя. Но совершенно по другим причинам. Мне уехать? Уезжай. Если я уеду, обратной дороги не будет. Я уезжаю. Воронцов! Воронцов, подожди. Ты куртку забыл? Ну, оставайся в этой дыре со своей старухой. И с этим. Воронцов, ключи. Ключи от моей квартиры. Ну? Вот тебе ключи. Субтитры создавал DimaTorzok Голуби мои, вы славно потрудились. Тетя Марфа, мы всегда готовы к труду и обороне. Не надо труда и обороны. Никакого наследства нет. Тетя, а вы шутите? Нет, я не шучу. Придумала я. Просто повидаться захотелось. Ну, вас же сюда уже 10 лет, как невозможно затащить. Ну, и слава богу. Спасибо. А я уже с ума сходить начал. Вместо вас мешок с деньгами перейти хочу. Садись, Геннадь. Садись, Геннадь. Все. Спасибо тебе. Спасибо. Нет, 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 нет. Нет, говори. Нет, я не согласен. Так же нельзя играть с людьми. Тетя Марфа, мы, конечно, вас любим. Вы даете людям права. Вы даете людям надежду. Да. Вы тут же все выбираете. Это деспотично. Кеша, ты, главное, не волнуйся. Веточка моя, позволь, я скажу словами поэта, что люди делают с людьми непостижимо. Ну, мы же не кролики для экспериментов. Молодец. Тетя Кеша имеет в виду, за базар отвечать надо. Водки мне. Нет, я, конечно, дико извиняюсь. А чей дом? Чей дом? Матвея. Матвея? Можно? Да, входи. Я кое-что нашла во дворе. Мне кажется, это важно. Там есть надпись, но только непонятно. И А. С любовью навсегда. Где ты их нашла? Вон там. Под окнами. Это та часть дома, которая не перестраивалась в последние десять лет. Думаешь, это может быть связано с историей Марка? Кому они могли тогда принадлежать? Не знаю. А это что такое? В списке абитуриентов одиннадцатилетней давности. Вот она. Ну и что? Это ничего не доказывает. Для начала, то, что вы были знакомы, это ведь ты тут единственный. А вот это не твое дело. По версии следствия, Даша покончила с собой. Но Марк считал, что этого не могло быть. Это убийство. Он вызывал тебя на разговор? Да. Он тогда обвинил меня. Какой же ты мерзавец, а? Вот как ты мог? Я не знал, что делать. Я не мог оставить этого ребенка. Но я ее ни к чему не принуждал. Она сама согласилась сделать аборт. Поначалу. Поначалу, да. Но потом ты узнал, что Даша передумала и решила оставить ребенка. Но ты же не мог допустить, чтобы твоя карьера, твоя репутация, твой статус оказались под угрозой. И ты ее убил? Что? Вот не надо отпираться. Я прекрасно знаю, что ты с ней виделся в тот день. Дал мне час на размышления. Он потребовал, чтобы я подписал чистосердечное. Бред! Да. Я виделся с ней в тот день. Ты не волнуйся. Я не имею права и вешать на тебя ответственность. Я справлюсь. Мы с ребенком не будем тебе мешать. Ах, да. Вот. Это твои деньги. Держи, они мне не понадобятся. Возьми. Прощай. И все. И все. Она вернула мне деньги. И исчезла. Исчезла навсегда. Я больше никогда ее не видел. Клянусь. Я не верю тебе, Кеша. Марк обвинил тебя в убийстве. Ты испугался и убил Марка. Что? Да это абсурд. Как ты смеешь? Я не убивал Марка. Я никого не убивал. А что еще ты хочешь мне приписать? Кеша, когда Марфа сказала, что Марк не утонул, а его убили, ты очень сильно занервничал. Ты начал зачищать следы. Ты два раза покушался на Марфу. Первый раз, когда чуть не задохнулась Ева, когда они с Марфой поменялись местами. А второй раз, когда чуть не погибла Маша, только потому, что они с Марфой поменялись одеждой. Что ты несешь? Ты нарисовал истории. Ты построил замки на песке. Хорошо. Вот на это что ты скажешь. И. А. С любовью навсегда. Иннокентию Анциферову. Анциферов, ты убил Марка и выкинул часы. Это ведь Дашин подарок? Они пролежали здесь 10 лет, пока Маша их не нашла. А мы вас потеряли. Кеша, а что тут? Ой, пить. Ой, пить. Кеша? Кеша, что ты? Кеша! 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 Какой прогноз? Ну, что сказать. Потеря речи, паралич. Похоже, инсульт. Как надо, делать пока рано. Извините, время. Не могу поверить. Не могу поверить, что Кеша убийца. Да, кто бы мог подумать. А еще профессор. Ева, идем. Ева. Ева. Значит, Марка убил Кеша? Мне очень жаль, Ева. Жаль? Вам жаль? Господи. Да что ж вы все знаете-то? Вы все! Жить с мыслью, что он покончил с собой из-за меня. И все эти ваши взгляды, будто это я его. Я десять лет боялась сыну говорить. Я думала, что он меня будет обвинять. Так же, как вы все! Так же, как все вы! Как вы! Все! Как вы! Это воды воды! Все! 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 Да он его убил, а не я! Я всё. И ты его убил! Все, идем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да, ну история до сих пор не верится. Кеша же ужасный трусом эту веру свою, как огня боялся. И чтоб пойти на такое. Мне-то жалко. Ой, не говори, она его боготворила. Ну, еще увидимся. Я очень рада, что ты теперь у нас есть. А я так рада. Ну, давай. Пока. Ой, господи. Пока. Стой! Ты чего? Маша, чё-то забыла? Забыла. Спросить кое-что. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет! Кеша не мог выбросить эти часы. Это бы означало, что он их носил. Но он так боялся веру, что не стал бы носить такой компромат на руке. Это ведь твои инициалы, И, А. Ты чего? Маш, что-то забыла? Забыла. А как фамилия девичья у... Фамилия... Это на И. На И. 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 Игнатова, да? Ага, да. Игнатова Анна. И А с любовью навсегда это стихи. Я когда впервые услышала, какие же стихи читает, я сразу поняла, что нам суждено быть вместе. Я нашла их под окном библиотеки. Ты была там в тот день. Я тебе отдаю один час. Подумать. И в твоем случае лучше написать явку с повинной. Марк тогда обвинил Кешу в убийстве Даши. Но ты не могла этого допустить. Не так ли? И ты пошла за ним. Он... Далеко заплыл, и как раз возвращался к берегу. Дышал тяжело, устал, видимо. Я... Нырнула поглубже, схватила его за ноги. От неожиданности, наверное, он сразу хлебнул воды. Повезло. У меня не было другого выхода. Я должна была защитить Кешу. И от Даши тоже? Даша. Даша это было несерьезно. Да, они тогда расстались, и у вас начался роман. И тут вдруг она опять объявилась. И сказала, что беременна от него. Да? Она хотела испортить ему жизнь. Я не могла ей это позволить. И поэтому ты убила ее. Даша. А-а-а! Помнишь, ты сказала, что обожгла руку? Ну, а сковородку, когда готовила Кеша омлет. Но на завтрак был творог. Этот ожог не от сковородки. Тогда в бане ты хотела убить Марфу Степанну. А вчера ты пыталась убить и меня. А-а-а! Я помню твой взгляд, когда ты зашла в библиотеку. Ты же не ожидала меня увидеть. Убийство, покушение, все это ради любви, да? Самое смешное, Нюта, что ты убила ей любовь. Кеша узнал часы. Сопоставил все факты. Посмотрел на тебя и тогда все окончательно понял. Нет. Нет. Нет, это не я, это ты. Ты… Это ты его убила. Ты. Я не сразу поняла, что ты тут самая опасная. Не Марфа, а ты. Жалко, что не вышла с ямы. Если бы не ты, тогда бы ничего не было. Ты не нашла бы часы, все было бы по-старому. Зачем ты только у нас появилась? А знаешь, что сейчас сказал бы Кеша? У тебя нет прямых доказательств. А признание от меня никто не получит. Жалко, что не вышла с ямы. Если бы не ты, тогда бы ничего не было. Ты не нашла бы часы, все было бы по-старому. Зачем ты только у нас появилась? Признание у меня уже есть. Прости, Нюта. Ах ты! Никому не двигаться. Полиция! Полиция! Никому не двигаться! Никому не двигаться! А я тебе кофейку приготовила на дорожку. Как ты любишь. Спасибо. Я с удовольствием. Ну и Нюта. Как же ты докаталась? Лена как-то сказала, что Нюта всю жизнь благотворит Кешу. И все сразу как-то сложилось. Она ведь влюбилась у него, когда еще в школе была. Тут, в Зотово. Кеша там лекции, стихи читал. И тогда же она поняла, что они должны быть вместе. И она шла к своей мечте, распространяя все препятствия. Сначала Дашу, потом Марка. Не удивлюсь, если она и Вере Львовне помогла хоть их. Бедный Кеша. Я думаю, он не догадывался. Ну все, колесо починил. Можно ехать. Ну, с Богом. Приедем гости. Обязательно. Ну что ж, спасибо за все. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok